Приветствую вас, дорогая Церковь! Откроем Священное Писание в книге «Экклесиаст», 1 глава, и прочитаем 1 и 2 стих. Книга «Экклесиаст», она прямо почти посередине Священного Писания. 1 глава, 1 и 2 стих. Слова «Экклесиаста», сына Давидова, царя в Иерусалиме. «Суета-сует», — сказал Экклесиаст. Суета-сует, все суета. На прошлой неделе закончился один из главных праздников народа Израиля. Праздник Суккот или праздник Кущей. И так случилось, что я и моя жена как раз были там во время праздника. Знаете, одно дело читать, как это празднуется в Священном Писании, и другое дело видеть и чувствовать, как это происходит. И не только в одном маленьком районе или в одном здании, а в городах по всей стране. Это очень интересно и, конечно, вызывает особенный трепет. Праздник Суккот или праздник Кущей — один из трех великих иудейских праздников. И он был установлен в память о сорокалетнем странствовании евреев по пустыне, на пути из Египта в землю обетованную. Но также праздник Суккот имеет значение как праздник сбора урожая. В Израиле праздник Кущей выпадает прямо перед сезоном дождей. И поэтому было очень важно, чтобы весь урожай был собран, высушен и убран на хранение по окончанию праздника. Именно в это время года израилетяне, наверное, чувствовали себя самыми богатыми людьми. Потому что ты трудишься целый год, и вот, наконец, собрал плод своего труда. А если урожай выдался особо хорошим, то, конечно, это создает и некоторое чувство гордости за свой труд. И именно поэтому, чтобы пресечь гордость и не дать народу увязнуть в материализме, евреи читают книгу Экклесиаста во время этого праздника. Книга Экклесиаст предупреждает человека, что телесность или материальные блага – не цель жизни, а скорее средство для достижения высшей цели. Сегодня я бы хотел с вами углубиться в мудрости Экклесиастра и обратить внимание на то, как Соломон, мудрый Соломон, предвещает Евангелие. И сегодняшнюю проповедь я назвал «Благая весть мудрости». Свиток Кахилета, или, как называется, книга Экклесиастра на иврите, получил свое название от его автора, царя Соломона. Слово «Кахилет» происходит от древнееврейского слова «хакел». Это означает «собрание», поскольку Соломон часто произносил публичные речи на собраниях. Но также «собрание», это слово означает «собрание» в смысле «собрание различных вещей в жизни, которые могут вести человека в заблуждение». Знаете, считается, что книга Экклесиаст была написана в конце жизни Соломона, когда он приобрел всю свою и накопил всю свою мудрость и жизненный опыт. Книга Экклесиаст могла не войти в состав Старого Завета, Ветхого Завета, потому что некоторые стихи Экклесиастра кажутся на первый взгляд противоречивыми. И мы посмотрим некоторые примеры. Эти стихи противоречат друг другу и могут запутать читателей. Таков был вердикт раввинов, которые составляли канон Ветхого Завета. Но все-таки ее включили, поскольку ее главное послание состоит в том, что жизнь наполняется смыслом, если следовать Слову Бога. И спасает, или, можно сказать, спасло эту книгу то, что последние стихи говорят о том, что сущность его, бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. Вот не было бы этого стиха, наверное, бы не было и этой книги в Священном Писании. Но давайте посмотрим, какие все-таки эти стихи, которые на первый взгляд противоречат друг другу. Откроем седьмую главу, и мы сегодня будем читать довольно много стихов, так что не закрывайте свои Библии. Но откроем в седьмой главе второй и третий стих, прочитаем. «Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Сетование лучше смеха, потому что при печали, печали лица, сердце делается лучше». И сравним это с стихом в восьмой главе, пятнадцатый стих. «И похвалил я веселье, потому что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться. Это сопровождает его в трудах, в одни жизни его, которые дал ему Бог под солнцем». В первом отрывке говорится, что сетование лучше смеха, а во втором стихе, который мы прочитали, говорится, что «похвалил я веселье». На первый взгляд они противоречат друг другу. Но это только на первый взгляд, потому что тоже Соломон объясняет, как обстоят дела и как надо понимать. Если мы откроем третью главу и первый стих, мы прочитаем следующее. «Всему свое время и время всякой вещи под небом». То есть, Экклесиаст учит нас тому, что, чтобы поступить мудро, надо применять то или иное знание или мудрость Священного Писания в правильное время. Есть время в жизни, когда сетовать или горевать лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Но есть и дни, когда надо веселиться. Одна поговорка гласит, что у каждого человека на жизненном пути либо начинается буря, либо он находится сейчас в буре, или он только что вышел из бури. Когда ты проходишь очередную бурю жизни, самое время сетовать и горевать. Но когда буря позади, наступают дни веселья, когда надо веселиться. Поэтому всему свое время. Один из ключей познания мудрости состоит в том, чтобы понимать время всякой вещи под небом. В поиске мудрости, в поиске смысла, Соломон устраивает своего рода эксперимент, о котором мы можем прочесть во второй главе. И прочитаем первые десять стихов. «Сказал я в сердце своем, да, испытаю я тебя весельем и насладись добром. Но и это суета. О смехе сказал я глупость, о веселье, что она делает. Вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придержаться и глупости, доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей. Я предпринял большие дела. Построил себе дома, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи и насадил в них всякие плодовитные деревья. Сделал себе водоемы для орошения, из них рощи произращающих деревьев. Приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. Собрал себе серебра и золото, и драгоценности от царей и областей. Завел у себя певцов и певиц, и услаждение сынов человеческих, разные музыкальные орудия. И сделался я великим и богатым больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя прибыла со мною. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал ее. Не возбранял сердцу моему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих. И это было моею долей от всех трудов моих. Соломон опробовал все, что можно было опробовать. Все, что захотелось его сердца, он дал сердцу. Богатство, веселье, мудрость, глупость, серебро и золото, слуги, певцы. И сделался он великим и богатым. Ну, больше некуда. Но человек, этот человек достиг предела всего, что можно было достичь в жизни. И какой же вывод? Какой результат эксперимента? Следующий стих, одиннадцатый. «И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все, суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем». Очень печально. Нет пользы в труде и в достижении. Но это отголосок того, что сказал и наш Господь Иисус Христос. В Евангелии от Марка, восьмая глава, тридцать шестой стих, Господь говорит нам, «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» Можно обрести весь мир, но душа может быть пустой. И знаете, Соломон не единственный, кто пришел к такому выводу. В истории есть много примеров, когда люди, достигшие небывалых высот, понимали, что все достижения – это суета, и оставляли все. И знаете, даже есть последний пример, который случился буквально на прошлой неделе. Пять дней назад, 21 октября, основатель и владелец сети магазинов Хаби-Лаби Дэвид Грин объявил, что передает владение компании и посвящает себя Богу полностью. Это частная компания, то есть он полный владелец компании. И данных о ней не очень много, но известно, что общий объем компании в 2018 году составлял больше 5 миллиардов долларов в год. Компания насчитывает на данный момент почти тысячу магазинов в 47 штатов Америки, где работают более 43 тысяч людей. То есть это целая империя, это не какой-то маленький бизнес. И Дэвид Грин основал компанию в 1972 году он тогда взял займ в 600 долларов, и это был весь его начальный капитал. И по последним оценкам состояние его оценивается в 14 миллиардов долларов. В своем заявлении Грин сказал, что самый важный вопрос – это спросить себя, являюсь ли я владельцем или управляющим. управляющим того, что мне доверено. И он пришел к выводу, что он управляющий и что истинным владельцем бизнеса является Господь Бог. И он говорит, когда я понял, что я всего лишь управляющий, мне было легко отказаться от своей собственности. Обдумывая свой путь, я понял, что все мои успехи пришли от Бога. С самого начала нашей целью было прославить Бога во всем, что мы делали. Мы много работали, и Бог дал результаты. Дэвид Грин пришел к тому же выводу, к которому пришел и Соломон тысячелетия назад. Соломон приобрел все, что мир ему мог предоставить, но все оказалось бессмысленно под солнцем. Нет ничего под солнцем, чтобы имело смысл или имело пользы. В отсутствии Бога люди сами придумывают себе смысл. Давайте поупражняемся и посмотрим, какой смысл жизни нашли великие умы этого мира. Начнем с Аристотеля. И он сказал следующее. В чем смысл жизни? Служить другим и делать добро. Леонардо да Винчи сказал, что в природе все мудро, продумано и устроено. Всяк должен заниматься своим делом. И в этой мудрости высшая справедливость жизни. Гёте, немецкий философ и писатель, сказал, что лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет в бой. Для него смысл жизни это бой за саму жизнь. Лев Толстой сказал, что жизнь человека только тогда разумна, когда она понимается как служение. И уже ближе к нам. Эрнест Хемингуэй опять же сказал, каждый человек рождается для какого-то дела. Каждый, кто ходит по земле, имеет свои обязанности в жизни. Ну и последний, наверное, бизнес-тренер, самый известный Тони Робинс сказал, смысл нашей жизни не в том, чтобы что-то получить, а чтобы что-то дать и кем-то стать. Ну или совсем просто. Я слышал интервью одного актера, молодого актера. Его спросили, в чем смысл жизни? Я не буду давать имена. Он ответил, что для него все очень просто. Его смысл жизни, чтобы женить сына и выдать замуж дочь. И на каждой свадьбе сказать тост. И все. Очень просто. Люди находят смысл жизни в служении другим людям, заниматься своим делом, в борьбе за жизнь, достигать что-то, выполнять свои обязанности. Можно сказать, что это все неплохие предложения в принципе. Но трагедия человечества состоит в том, что даже великие умы этого мира не могут найти истинный смысл жизни. И каждый свой взгляд на этот вопрос, у каждого свой взгляд на этот вопрос. И все предложения ограничиваются земными делами. Или, как говорит Соломон, суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. Опять же, все, что под солнцем, суета и томление духа. Все настолько плохо, что отражается в статистике по самоубийствам. Если мы посмотрим на семь самых развитых страны мира, то суицид стоит на первом или на втором месте, как самая распространенная причина смерти среди людей в возрасте от 15 до 34 лет. То есть молодые люди живут в благополучных странах, в самых лучших странах мира, и все равно кончают жизнь самоубийством. И в этот список входят такие страны, как Япония, Франция, Германия, Канада, Великобритания, Италия и даже Соединенные Штаты Америки. Люди из более бедных стран мечтают попасть в эти благополучные страны, чтобы обрести лучшую жизнь, чтобы обрести материальные благополучия и таким образом быть более уверенными в завтрашнем дне. Ну, и нам тоже это известно не понаслышке. Но даже если жить в благополучной стране, сердце человека тоскует почему-то большему. И вопрос смысла жизни встает для всех людей, верующих и неверующих, но также Соломон рассматривает еще один вопрос, который более затрагивает верующих или праведных, так как говорит Соломон. Прочитаем в 7 главе 15 стих. Всего насмотрелся я в суетные дни мои. Праведник гибнет в праведности своей, нечестивый живет долго нечестие своем. Или еще один отрывок, еще один стих. Экклесиаз 8, 14. Есть и такая суета на земле. Праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников. И сказал я, это суета. Соломон недоумевает, почему праведник гибнет в праведности своей, а нечестивый живет и даже процветает нечестие своем. Должно же быть иначе. Праведник должен жить, а нечестивый должен погибнуть. Мы, христиане, праведные перед лицом Бога, но и нас постигают трудности, проблемы, испытания, и возникает вопрос, почему? Ну, конечно, этот вопрос сам по себе заслуживает проповедь целую, или, наверное, даже несколько проповедей, но сегодня остановимся на том, что наш Господь сказал об этом. И можно прочесть в Евангелии от Иоанна, 16 глава, 33 стих. «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Так говорит Господь. «В мире будете иметь скорбь». Конечно, хотелось бы верить, что эта скорбь пройдет мимо нас, но Господь нас предупреждает, что мы должны мужаться. Наш Господь победил мир, и мы имеем победу над миром через него. Да, мы будем иметь скорбь, но мы призваны быть сильными. Но есть еще один аспект этого вопроса. Соловон продолжает размышлять на эту тему. 4 глава, 1 стих книги Экклесиаст. «И обратился я и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем, и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет, и в руке угнетающих их сила, а утешителя у них нет». Соломон ищет утешителя, и он не может найти его. но слово утешитель по-еврейски монахем является одним из имен Мессии. Мы знаем, кто этот утешитель, наш утешитель, Господь Иисус Христос. Также после того, как Господь вознесся на небо, к нам сошел на землю другой утешитель, Святой Дух, Который пребывает с нами и в нас. Мудрый Соломон смотрит на реальность вокруг себя, он оценивает реальность этого греховного мира, и оказывается, что праведник страдает. Это послание еще один предвестник того, что должно будет случиться. Праведный Мессия должен будет пострадать. Это своего рода пророчество, вещей, которые должны случиться. И Мессия пострадает не только потому, что он будет праведником, и не только быть праведником и страдать, но страдать по причине того, что он праведный. И до этого момента мы рассматривали несколько вопросов про вещи, которые подпадают под определение под солнцем. То есть, опять же, дела мирские, суетные. То есть, это вопрос определяется земной жизнью. Но Соломон поднимает и вопрос, который переходит за гранью земного и за гранью этого мира. в 3 главе 11 стих мы находим следующее. Все соделал он прекрасным в свое время и вложил мир в сердце их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца. Бог вложил в мир сердце людей. Это слово мир по-еврейски Алла означает долгосрочность, древность и будущее. В других переводах Библии это слово переведено как вечность. То есть, Господь положил в человека вечность или чувство вечности в сердце людей. Об этом говорит и апостол Павел в Римлянам 1 главе 19-20 стих. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое его вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы так, что они безответны. Если перефразируем то, что сказал апостол Павел, можно сказать, что Бог явил людям то, что можно знать о Боге. То есть, все познание Бога внутри каждого человека. Конечно, кто-то может сказать, что это и очевидно, что Библия так и должно быть написано, что поклонение Богу как о сути всего. Но об этом говорят и атеисты. Послушайте, что сказал Жан-Поль Сарт, ведущий философ XX века, атеист, марксист. Он сказал, у человека в душе дыра размером с Бога и каждый заполняет ее как может. И в этом состоит великая проблема человечества. В людях заложено чувство вечности и познание Бога, но люди подавляют это чувство, скрываются от Бога и заполняют пустоту своей души. Каждый как может. И дальше Экклесиаст размышляет о творении. 7 глава 29 стих. «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Опять же, это отклик к Евангелии. Господь сотворил человека совершенным, идеальным, но человек согрешил и все изменилось. То, что было сотворено совершенным, идеальным, из-за греха стало беспорядком. Хаосом неправильным. Грех перевернул все. Грех так сильно засел в человеке, что Соломон говорит в 20 стихе в 7 главе «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». И то же самое говорит и апостол Павел Римлянам 3 глава 10-12 стих. Как написано «Нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Из-за греха нет никакой пользы под солнцем, из-за греха праведник гибнет, а нечестивый процветает. Из-за греха никто не ищет Бога. И если остановиться прямо здесь, то все очень печально. Нет просвета. Но это не главный вывод Соломона. Есть во всем этом и радостная хорошая новость, благая весть. В конце книги Экклесиастра, как мы уже сказали, Соломон возвращается к главному ключу понимания мудрости и делает это с помощью своего отца, царя Давида, который писал в своих псалмах. Если прочитаем Псалом 110, 10 стих, начало мудрости, страх Господен. Мы все знаем этот стих. Соломон приходит к тому же выводу, что его отец до него. Если прочитать Экклесиаст 12, 13 стих, выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. И 14, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Вот ответ всем вопросам. Бойся Бога и соблюдай его заповеди. Это главный вывод для человека. В этом смысл жизни. Через это наполняется душа человека. да, этот мир несправедлив, и грех перевернул все наизнанку, но мы призваны верить и доверять Богу. Бог заложил в нас чувство вечности. У нас есть Его Слово, у нас есть Утешитель в лице Духа Святого, у нас есть Искупитель в лице Господа Иисуса Христа. Через жертву Христа мы можем примириться с Богом и обрестись жизнь вечную. И в окончании хочу резюмировать главные наблюдения и выводы Экклесиаста. Первое. Все суета и ни от чего нет пользы под солнцем. Второе. Бог сотворил человека правым, но человек согрешил и таким образом обрек творение на беспорядок. Третье. Экклесиаст подчеркивает, что все согрешили и никто не праведен перед Богом. Четвертое. Экклесиаст замечает, что праведник страдает из-за праведности своей и это предвестие будущих страданий Мессии. И главный вывод. Бойся Бога и соблюдай Его заповеди. Всякое твое дело Бог приведет на суд. Но вера в Иисуса Христа позволяет нам перейти от смерти к жизни и не являться на суд Божий. Потому что Господь говорит нам в Евангелии от Иоанна 5 глава 24 стих «Истинно говорю вам слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит но перешел от смерти в жизнь». Да благословит нас Господь чтобы мы уповали на Него и соблюдали Его заповеди. Будем молиться. «Истинно»